Приветствую вас, мои друзья! Это новое экспериментальное видео Сколько золота в телефоне Перед нами старый телефон Nokia модель 5110 Я нашел такой старый телефон, завалялся Начинаем разбирать его Я решил сделать такое видео Чисто ради эксперимента, чтобы узнать Сколько золота в телефоне может быть Может даже и сплавлю, если сумею Но это, наверное, смешно выглядит Так, сейчас ломать Не строить, все правильно А такую старую технику я просто обожаю ломать Так, все, поломаем Антенну сломали, отлично Все это мы сейчас уничтожим Так, позолоченные контакты наши Батареечку убираем Что-то аж припаяно, как будто приклеено Где-то антенна звуковая Батарея непонятно маленькая Она просто не растворится, вот в чем дело Она из этого стали идет Ладно То, что не растворится, то никак не навредит нам Пусть это так и будет Корпус выкинуть Антенна Детальюшка Там металл не нужный В общем, все позолоченные контакты Которые есть на телефоне Убираем на растворение Это измельчаем все Ломаем Вот так вот Золото наше Я в этот раз не буду дробить Вот эти микроконтроллеры Всякие Все просто поломаю Как можно мельче Где кислота доберется Там и доберется А нет, так нет Все, ломаем Как есть И будем растворять Металл лишний убираем Который не надо Вот этот всякий металл Металл разно не надо Нажидко Металл Дести Игорь Игорь Металл Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Добавляем азотную кислоту сюда... Так, азотную кислоту добавили... И ставим на плитку... Все это быстро растворится сейчас... Потом будем сразу фильтровать это... Отфильтруем... И попробуем восстановить это золото при помощи железного купороса... Как восстановим, попытаемся сплавить, разумеется... Так, ладно, я ставлю это на плитку и пусть она растворяется... Так, поставил на плитку... Деталюшки начали растворяться... Ну вот, золото уже потихонечку начинает растворяться... Так, минут 20-30 пройдет... И все растворится, можно будет фильтровать... Интересно, сколько же получится золота с одного телефона... Некоторые мне задавали такие вопросы... Опять же, это Евгений Гончаров... Так что... Вот я решил сделать целое видео... Сам хочу узнать, сколько получится золота из одного телефона... Так, ладно, ждем, пока это все растворится... Кислота начинает активно шипеть уже... Разогрев начался... Ну вот, дело пошло, пошло... Так, реакция, в принципе, спала... То есть, уже почти не выделяются бурые пары... Ничего там уже не растворяется... Прошел, наверное, на час целый... Я во время этого процесса чуть-чуть еще подливал азотные кислоты... И пришло время снимать эту полученную кашу... Потом начнем сразу фильтровать... С помощью сетки и обычной пищей бумаги... Отфильтруем... Завтра я сделаю железный купорос... И при помощи железного купороса... Восстановим получившееся золото... Сколько там есть... Столько и получим... Буду применять железный купорос... Мне понравилось его применять... В последний раз... Поэтому... Пиросульфид натрия применять не буду... А то начнет выделяться снова муть... Там растворялись эти схемы... Поэтому... Лучше применить железный купорос... Добавлю больше воды... И... Все должно получиться... Быстро и хорошо... Так... Ладно... Снимаю с плитки... Начинаю фильтровать... Начинаем фильтровать... Субтитры сделал DimaTorzok... 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 Я промою водой... Солью... Все это... Вот в эту посуду... Потому что я еще добавлю воды больше... Раствор кислотный... И... Завтра сделаю железный купорос... И все это восстановлю железным купоросом... Он себя покажал... С хорошей стороны... Поэтому... Буду пока применять железный купорос... Так... Фильтруется... Видите как быстро... Наш чистенький раствор... Прозрачный... Ну все... Сейчас его промою... Водой только... Хорошо... Раза на три... На четыре... Может даже и на шесть... А потом перелью вон... В тот лабораторный стакан... Двухлитровый... Как я уже и сказал... Так... Все отфильтровалось... Я еще хорошо это все промыл... Водой... Вон он... Сухой как мартини... Так что никакой кислоты... Никакого раствора уже нет на нем... Только мусор... И все... Так... Вот сколько у меня получилось раствора... Можно чуть-чуть... Промыть вообще нежелательно... Воду сейчас к раствору добавлять... Сырую... Может выделиться муть белая... Очень немножко... Вот совсем... И все... Хватит пока... Лучше ее добавить перед восстановлением... Я тут подумал... Я наверное... Не буду его переливать сюда... А то я говорю... Я сейчас добавлю сырой воды... А на завтрашний день... Может образоваться... Белый... Осадок такой... Муть... У меня уже такое было... Вот как и есть... Так пусть и будет... Вот... Единственное... Только я... Сюда добавлю... Ой... Единственное... Я только его... Помешаю... Или вообще-то ладно... Не буду марать... Ничего делать не буду... Короче... Вот так вот он есть... Лучше помешать аккуратно... Сверху добавлял воду... Так... Раствор такой... Плотненький получился... Зеленоватый... Зеленоватого цвета... Красивый такой... Чистый... Прозрачный... Вообще... Как вон... Да... Вон он еще... Сверху вода накапала... Желательно сырую воду не добавлять... К отфильтрованному раствору... Говорю... А то выделится белая муть... В воде хлор... Присутствует... И он... Воздействует... С некоторыми... Веществами... Которые растворились... Это наверное микросхемы эти... Вот почему сырую воду добавлять плохо... Дистиллированную воду добавлять можно... Без проблем... Сколько угодно... Но это не дистиллированная вода... Поэтому... Так... Ладно... Я... Решил... Сюда не переливать... Буду восстанавливать... Завтра... Прямо здесь... В этом стакане сделаю... Железный купорос... Или в другой посуде... И потом... Восстановлю... Этот раствор... Прямо в этой... Кастрюле... Стеклянной... Может... Только... Добавлю воды... Перед восстановлением... Чуть-чуть больше... И... Попытаемся его восстановить... Посмотрим... Сколько золота получится... И самое главное... Разумеется... Потом... Отфильтруем... Поймаем на фильтре... На микрофильтре... Сделаю такой маленький фильтр... Поймаем получившийся осадок... И самое главное... Разумеется... Попытаемся его сплавить... Это будет основная задача... Потому что... В таком микро... Объеме... Это будет просто... Невероятный случай... С одного телефона... Получить... Какую-то там... Микро... Капельку... Крупинку... Даже... Капельку там... Микрокрупинку... Этого золота... И... Песчиночка такая... Должна получиться... Буду плавить... Вот... В таком... Тигле... Ювелирном... Маленьком... Муфельная печь... Себя прекрасно... Зарекомендовала... Поэтому... В ней... Это сделать можно будет... Там ничего не разлетается... Плавится нормально... Но я... Постараюсь... Посмотрим... В общем... Ладно... До этого еще дело... Мы не дошли... Еще надо будет посмотреть... Сколько получится... Осадка... Потом уже... Попытаться его сплавить... Субтитры сделал DimaTorzok 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 На дне немного муть прошла, это железо растворяется, какой-то белый осадок еще выделяется, не знаю, ладно. Еще пока кристаллы не выпали, а так верхний раствор чистенький, он еще чуть-чуть остыл, такой тепленький слегка. Сейчас мы попробуем восстановить раствор золотом из того телефона. Здесь есть золото, я в этом не сомневаюсь. Так, ну-ка, это стакан с водой, возьмем немного этого раствора, пару шприцов, я думаю, хватит. Можно шприца три взять, потом я аккуратно солью железный купорос куда-нибудь на хранение. Вот вверх. Ну и еще шприц один. Вот столько, я думаю, запросто хватит восстановить это золото. То есть очень мало взял раствора зеленоватого. Так, давайте добавим немного воды. Вот так вот нормально. Пойдет, пойдет, все. Так, берем железный купорос наш и добавляем в раствор. Вот он наш раствор. Реакция должна произойти сейчас сразу. Ну-ка, скажи, ладно. Так, вот я добавил. О, отлично. Все. Реакция произошла. То есть, отлично все. Вот она. Как мы видим, все помутнело. Раствор такой непрозрачный, но такой коричневатый, темный стал. Это уже хорошо. Значит, золото выделилось. Все. Осталось немножко подождать, чтобы осадок выпал. Ну, уже начал собираться. Можно, в принципе, еще добавить немного воды. Чуть-чуть. Чтобы не растворился. Ну, я думаю, вряд ли он растворится. В принципе, с водой все нормально. Еще раз помешаю. Отлично. Уже виден коричневатый цвет. То есть, это золото выделилось. Видите, он помутнел. Ну, сколько там золота, наверное. Очень мало. Ну, ладно. Так, пока накроем эту крышечку. Подождем пару часов, будем фильтровать. Как мы видим, железный купорос сам сделал, обошелся мне в копейки. Два часа я этот раствор делал, то есть, всего лишь два часа кипятил. И результат налицо. Если там золото есть, оно сразу восстановилось. Ничего не надо кипятить. Как написано в Википедии, ничего я не выпаривал. Как вчера отфильтровал. Просто прилил его сюда. Здесь до сих пор присутствует небольшое количество царской водки. Потому что, как я растворял, я ничего еще раз говорю не выпаривал. И все сразу получилось. Просто моментально. Никаких вредных паров не выделяется. Цвет вон коричневый. Осадок выделился. Ждем теперь несколько часов и будем фильтровать. А затем попытаемся сплавить. Сколько там осадка получится, я еще не знаю на фильтре. Но сделаю такой маленький фильтр, как уже говорил. Чтобы меньше было бумаги. И попытаюсь сплавить. Прошло уже полчаса. Осадок уже начал собираться на дне. Вон он, видно его. Сейчас. Видите? Осадок крупный, коричневый. То есть, просто моментально восстановилось все. Уже можно начинать фильтровать. Но для начала, чтобы хорошо фильтровалось, надо подготовить фильтр. Если сейчас начнем фильтровать просто через бумагу, фильтрация может вообще не начаться. Поэтому лучше сделать сразу. Если бы пиросульфитом, натрием восстанавливали раствор, можно было фильтровать прямо через бумагу, ничего его не подготавливая. Так как щелочь хорошо разъедает бумагу, я заметил. А кислота, ни соляная, ни азотная, не воздействует сильно с этой бумагой, она плохо пропускает раствор. Поэтому заливаем соляной кислотой, чистой, чтобы он размяг. Его не разъезд, вот эта концентрированная соляная кислота, вот я залил. Он просто стал такой чуть-чуть мягче. Его сейчас надо будет достать. Вот он перестал шипеть, все, он размяг уже. Аккуратно. Промыть водой, установить сетку, как я уже показывал, и фильтровать. Теперь он будет хорошо пропускать раствор. Вот и все, отлично. Так, я его сейчас промою обычной водой, также залью, кислоту солью. И начнем фильтровать осадок наш, который уже вон выпал. Вон он, коричневый осадок на дне, видите, сколько его. Достаточно нормально, я думаю, даже можно будет сплавить. Так, ладно, сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, наступило утро следующего дня. Я все вчера отфильтровал. Вот он этот раствор. Хорошо промыл осадок водой. Вот сколько осадка получилось. Очень мало. Фильтр не очень большой. Сейчас его сверну в такой кулечек маленький, комочек. Закинул его в тигель. Попытаемся сплавить полученный осадок. Осадка мало, но все может получиться. Фильтр еще слегка влажный. Но это не важно. Сейчас он это все выпарится, сгорит. Осадок останется на месте. Как уже показывал не раз. Вот он купорос. Кстати, кристаллы выпали за ночь. Видите, сколько? Как грибы такие. Непонятно. Так еще смешно образовались. Как мох какой-то. Так, в тигель я установил фильтр. С золотым осадком. Сейчас устанавливаю тигель в печь. И начинаем плавить. Тигель я установил в муфельную печь. Включаем муфельную печь. И начинаем плавить осадок. Дело пошло. Накрываем крышку. Через 3-4 минуты заглянем. Посмотрим, что там. Прошло несколько минут. Давайте посмотрим. Открываем аккуратно крышечку. Видите, уже все разогрелось до красна. Печь просто чудо-печь какая-то. Разумеется, так удобно работать. Ни с какой микроволновкой. Я бы посмеялся, наверное, тем мастером, который будет плавить золотой осадок в микроволновке. Вот это другое дело работать. Все видно. Приоткрыл, посмотрел, помешал. Видите, как она быстро. Всего 4 минуты. Быстро разогревает. Так, прошло еще пару минут. Давайте посмотрим. Уже все такое яркое. Как видите, так, уже все разогревает сильно. Всего минут 7 прошло. Что-то уже там, возможно, и собирается. Сплавится, не сплавится, не знаю. Сами понимаете, как мало. Но... Шансы есть всегда. Шансы есть всегда. Температура просто возрастает. Невероятная. Так. Еще минуты 2-3 максимум, и буду вытаскивать. Так, я думаю, все расплавилось. Отлично. Накрываем муфин на печь. Так, давайте посмотрим. Я думаю, все расплавилось. Сейчас осадок остынет. Вот она, этот осадок. И этот шлам вот сюда вот в азотную кислоту. Я уже заранее подготовил. Выкинем. Если надо будет, прокипятим, как всегда. И посмотрим. Так, тигель слегка остыл. Ну-ка, вот так попытаться его взять. Высыпал. Вроде все высыпал. Ну-ка, искай. Да, я думаю, будет какая-то такая маленькая-маленькая крупица. Вон она тяжеленькая катается по дну. Все получилось на 100%. Сейчас ставлю на плитку. Чуть-чуть покипит. И мы с вами наглядно сможем посмотреть на результат. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Что и следовало доказать. Вот оно, наше золото. Но оно как будто немножечко еще грязное, непонятно. Оно еще не совсем сплавилось, такое, как рыхлое. Потому что шлама было много бумаги по сравнению с осадком. Так, ладно, я сейчас это уберу вот в такой пузырек и посмотрим уже. И на этом будет конец. Результат стопроцентный. Видите? Вот оно, наше золото. Вот сколько у меня получилось золота. Я все сюда пересыпал. В общем-то, сплавится в одну крупинку такую. Размером со спичную головку он не смог. Из-за того, что было много бумаги. Как я уже говорил. Как видите, металл желтый. Это чистая азотная кислота. Я его залил. И песок мелкий. В общем-то, он сплавился в песок такой. И спекся. Получилось такой спек. Золотоносный. Но сплавиться не смог. Как я уже говорю, если много мусора, в таких объемах, микро, сплавиться трудно. Но ничего. Это стопроцентный результат. Я вообще даже удивлен, почему так много получилось. Конечно, он еще уменьшился бы, если бы нормально сплавился. Но, как видите, какая хорошая крупинка получилась. Я подозреваю, что с перосульфитом натрия я серьезно пролетел в свое время. Может, там не все золото выделялось. Теперь буду применять железный купорос. Вот он, в общем, результат. Стопроцентный. А на этом конец. Спасибо всем за внимание. Как видите, результат стопроцентный. Да. Это просто круто. Вот вам и один телефон. На этот раз все получилось. Так, на этом конец. Продолжение следует... Спасибо.